Самолёт Су-27 – высокоманевренный истребитель, который неоднократно участвовал в международных показах и устанавливал рекорды по скороподъёмности в высоту. В 1989 году эту модель передали в Харьковское авиационное училище для обучения инженерно-технического состава. Позже машину перегнали с боевой части на аэродром в Чугуев. Оттуда отбуксировали на учебную базу Университета воздушных сил, но там она стала не нужна. Сегодня фюзеляж самолёта обретает вторую жизнь. С учебной базы Университета он отправляется на аэродром. Истребитель выкатывают около двух часов ночи, чтобы город был максимально пустым. Общий вес модели Су-27 – до 28 тонн. Для того, чтобы перебазировать летательный аппарат, специалисты сняли с него крылья и другие детали. Тем не менее, во время движения машина занимает всю проезжую часть. С Баварии через Полтавский шлях в Коротич. Процессия с мигалками движется со скоростью 20 км в час. Быстрее нельзя, машину можно повредить. Несколько остановок. Проверить, не нагрелась ли резина. Существует риск, что лопнут колёса. Буксировочное время заняло у нас час 35. Летать этот истребитель больше не сможет. Но в аэроклубе Грязодубовой будет знакомить посетителей с историей развития авиации в Украине. Этот самолёт сначала был рождён в КБ Сухого и стоял на вооружении СПВО, потом ВВС Советской Армии. После развала Союза эти самолёты находились на вооружении бывших республик, ныне стран Советского Союза. И в том числе в многих зарубежных странах. Использовался он как истребитель-перехватчик, как истребитель с завоеванием превосходства в воздухе. В музее боевой техники под открытым небом, созданном на аэродроме в Коротиче 7 лет назад, модель Су-27 уже девятый экспонат. Истребитель будет стоять рядом с макетами самолётов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Су-17 и вертолётов Ми-1, Ми-2 и Ми-8. Школьников привозят к нам и прочим. И делегации даже иностранные заскакивают к нам. Это удивление, что в такое время, в трудное время для государства нашего, люди делают общее нужное дело. Свой завершённый вид эта железная птица приобретёт до конца следующей недели. В ближайшие 10 дней машину будут дополнять недостающими деталями. Сюда добавятся крылья общим размахом до 18 метров, кили-стабилизаторы и носовой радиопрозрачный обтекатель. Анна Симоненко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».